Даже находясь там, в командировке, он умудрялся еще нас подбадривать здесь. Говорил, что не переживайте, все скоро закончится, все будет хорошо, и мы вернемся домой с победой. Сына Натальи и Игоря Чеботаревых мобилизовали в сентябре 2022 года. Службу молодой лейтенант проходил в должности командира взвода мотострелкового полка. С декабря попал на фронт. Был награжден медалью участнику специальной военной операции. Он не испугался частичной мобилизации и пошел с достоинством защищать свою родину. Ему пришлось полтора года жить в нетипичных для него условиях, в землянках. Но он ни разу нам не пожаловался. Он писал нам, по мере возможности писал. Мы, конечно, понимали, что возможность такая не каждый день. Тем не менее, поддерживали переписку. Он нас успокаивал, что все нормально. Не переживайте, я работаю с комбатом, больше с бумажками. Остаюсь за него, выполняю его обязанности. Помимо этого, еще и свои. В ноябре этого года Игорю исполнилось бы 30 лет. Но 18 апреля он погиб при исполнении воинского долга в Новомихайловке Донецкой Народной Республике. Через несколько дней Минобороны России сообщило о взятии села под контроль нашими войсками. Указом президента Игорь Чеботарев был посмертно награжден Орденом Мужества. Игорь был очень активным, оптимистом, очень любил жизнь. Строил огромные планы. Игорь родился в еврейской автономии. Там, будучи герой страны, окончил Преамурский госуниверситет имени Шалом Алейхима. А после выпуска переехал в Хабаровск. Уже здесь отслужил срочником. И с 2019 года до мобилизации три года проработал юристом в Краевом перинатальном центре. За время работы себя показал хорошим специалистом, умеющим держать удар. Добрым, улыбчивым, неунывающим. Очень трудолюбивый и исполнительный парень. Родители Игоря живут в Биробиджане, но сейчас приехали в Хабаровск и встретились с бывшими коллегами сына в перинатальном центре. Здесь открылась мемориальная доска в память о нем. Мы гордимся Игорем, который не в простой для Родины момент принял решение о ее защите. С честью и достоинством выполнил свой воинский долг. Мария Шулешко, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.